ну вот добрый вечер здравствуйте вижу что на прямой трансляции у нас же есть люди в мирополис подключились всем доброго вечера и мы продолжим наш цикл по основам дубликации кто будет смотреть в первый раз меня зовут федорова любовь я региональный куратор латвии мой статус эксперт и по дубликации немножечко с вами делюсь своим опытом мы обычно говорим в рамках дубликации о 8 задачах спонсора 8 задач 8 навыков которыми нам необходимо владеть уметь решать для того чтобы мы и сами могли сделать какие-то шаги удачные в свой бизнес и чтобы мы могли научить свою команду и так сегодня у нас пятая тема основной побуждающий фактор мы рассмотрим ее в таких пунктах так скажем что такое метод четырех ключей для того чтобы получить ответ да вот нашего собеседника как мы создаем контакт как мы создаем доверие при первом контакте и вообще в целом что такое основной побуждающий фактор эта тема взята из книги которые называются ответы вопросах это написал ее алан пис он миллионер он маркетолог он сетевик первый свой миллион сделал в сетевом бизнесе он говорит что существует система которую не нужно изменять если она работает ее не нужно менять дословно ее фраза его фраза никогда не изменяйте то что уже успешно работает лучше turbo заряжайте это то есть своей энергии своими дополнительными какими-то знаниями и умениями в чем заключается вообще вся его теория люди вообще даже так скажем психологические люди они будут раздражаться они не будут доверять и мне нравится когда мы их учим когда мы им говорим что надо делать у них у каждого есть свое мнение они знают как надо жить что нужно делать то есть все что говорят они это правда не то что мы им говорим а то что они и не важно успешный этот человек или не успешный но психологически очень часто мы сталкиваемся с таким явлением когда человек совершенно безуспешно у него ничего жизни не получается он ничего не достиг но когда ты хочешь ему по-доброму дать какой-то совет он говорит не надо меня учить я знаю как жить да то есть людям это не нравится поэтому очень важно когда мы приглашаем в проект когда мы презентуем когда мы с человеком разговариваем очень важно сделать так чтобы он сам принял это решение чтобы он сам нашел аргументацию своему решению может быть причины какие-то по которыми у по которым он готов делать какие-то сложные шаги своей жизни что-то менять своей жизни вот поэтому вот сегодня мы как раз этому и поучимся что такое метод четырех ключей это когда мы в беседе с человеком должны сделать 44 таких момента 1 растопить лед найти горячую точку нажать на горячую точку и получить обязательства но так алан пис и книги описывают эти явления так скажем и так мы сейчас разберем по очереди что такое ключ номер один растопить лед что значит растопить лед значит это сделать так чтобы человек захотел с нами общаться чтобы у него было доверие к нам чтобы он захотел нас слушать то есть мы должны произвести на него впечатление мы должны создать теплый контакт и это мы делаем в принципе при первой встрече может быть это может быть и звонок или встреча по рекомендации человек нас вообще не знает либо это может быть наш какой-то знакомый с которой мы давно не виделись и тот наш первый контакт который будет уже в рамках ну скажем приглашение в проект приглашение в команду он тоже будет считаться первым для того чтобы человек захотел нас слушать нам верить поэтому очень важно при первой встречи начинать разговор первым потому что мы позвонили мы пригласили на встречу значит мы начинаем разговор первыми если это знакомый человек спрашиваем как дела как у доехал на мы об этом говорим обычно когда разбираем тему о психотипах мы тогда четко понимаем это будет вот следующий четверг мы четко понимаем как нужно разговаривать с человеком который относится к тому или иному психотипу но в данном случае мы говорим первыми как мы говорим о себе чем мы занимаемся то есть мы можем сказать что мы занимаемся стартапами или поддерживаем развитие стартапов которые приносят долгосрочную прибыль либо я поддерживаю инновационную транспортную технологию skyway да мы уже знаем а если еще не все знают то я чаты уже ставила и поставлю еще раз как мы говорим о проекте что можно говорить что нельзя мы поддерживаем мы участвуем да мы уходим от слов инвестирование мы говорим о технологии skyway только в рамках транспортной технологии да поэтому мы говорим я поддерживаю национную транспортную технологию и потом мы рассказываем что мы делаем как мы делаем дальше очень важно для создания доверия при первом контакте особенно выдержать корпоративный стиль то есть мы говорили что корпоративный стиль не только при личных встречах да что и при телефонных даже звонках нужно обязательно его соблюдать то есть но мы понимаем как нужно одеться то есть это но не будем мы проводить сейчас лекцию о том как что именно относится корпоративному стилю да мы должны аккуратно одеты быть и опрятный и очень важно если у нас есть на встрече какие-то атрибуты которыми мы пользуемся на встрече тоже с нашим логотипом вот это говорит о нашем профессионализме да когда у нас корпоративности и мы пользуемся корпоративными атрибутами все доверие есть значит можем переходить дальше то есть для чего еще важно это доверие для чего важно понравиться собеседнику потому что если мы ему приятно вот мы как человек мы ему приятны если он нам доверяет то и мы ему интересно то ему будет интересно все то что мы дальше будем ему рассказывать или предлагать если он нам верит значит мы и предлагаем ему то во что можно поверить поэтому очень важно это первое впечатление первая встреча первый контакт итак ключ номер два это найти горячую точку что значит горячую точку это то что человека больше всего волнует то что для него очень важно для жизни что он хочет достичь чего он хочет достичь что он хочет изменить своей жизни и вот тут нам помогает такое понятие как основной побуждающий фактор что это такое это та движущая сила которая мотивирует нас и ведет иногда подталкивает а иногда очень жестко заставляет действовать то есть тот мотиватор или так сказать то что заставляет нас утром вставать и идти что-то делать кто-то идет своим своим бизнесом занимается кто-то идет на работу зарабатывать деньги даже если нам это не очень хочется нас можно сказать жизнь заставляет это делать да поэтому и я говорю что это некоторых мотивирует если это просто его цель его мечта ему очень этого хочется это просто его мотивирует идти и делать чтобы достичь своей цели достичь своей мечты вот жестко заставляет действие тех кого просто жизненно необходимо это делать да встаешь идешь работаешь потому что иначе я не выживу что относится вот к таким побуждающим фактором мы можем каждый даже в списке найти то что нас подталкивает то что нас каждый день поднимает это дополнительный доход может быть финансовая независимость собственный бизнес свободного больше времени для кого-то личностные роста помощь другим кто-то хочет путешествовать и заводить новые знакомства кто-то хочет уйти с работы на которую он ходит ежедневно там по 8-10 часов до хочет немножечко другой распорядок работы вот кто-то хочет оставить наследство а некоторые может быть просто как свое время анатолий эдуардович сказал нужно просто спасать эту планету я знаю как и я поэтому хочу осуществить свою мечту и и дать жизнь проекту который будет во благо народа во благо спасения планеты но такие люди тоже есть мы с этим уже столкнулись так вот вот эти вот все по основные побуждающие факторы они как раз и помогают нам выстроить нашу беседу сделать акценты в презентации когда мы знаем чего человек хочет их может быть гораздо больше они у всех разные но здесь мы подобрали самые основные которые вот опросите 100 человек и 80 из них обязательно назовут что-то из данного списка это самое основное еще почему очень важно выявить что важно для нашего конкретного собеседника потому что у всех эти основные побуждающие факторы разные мы понимаем что как будто бы все хотят финансовой независимости как будто бы все хотят дополнительный доход но на самом деле это не так там же в книге приводится пример который мне очень понравился он достаточно яркий когда мужчина работает в офисе уже только-только вышел на пенсию он работает в офисе уборщиком и один молодой человек который пошел работать сетевую компанию он зарабатывает огромные деньги он там чуть ли не каждый год меняет машину берет ее из салона потому что хорошо зарабатывает вот ему не хочется ходить на работу он сам вот живет сам по себе да у него полная финансовая независимость и он говорит этому человеку да вот давай я тебя приглашаю в бизнес ты сможешь уволиться с работы тебе не надо будет сюда ходить каждый день я тебя научу как делать бабки ты будешь там покупать себе машину менять себе одежду и жить в свое удовольствие а у этого человека а и он не согласился да и вот этот уборщик он не соглашается он не хочет даже выслушать он не хочет даже рассматривать это предложение почему потому что он вышел на пенсию он одинокий у него нет семьи и его семья это офис это эти люди эти ребята которые каждое утро с ним здороваются которые каждое утро благодарят его за то что он помыл посуду чашечки которые они с вечера не успели помыть все разбежались оставили после кофе до какие-то тарелочки он все это убрал сложил он помыл везде везде чистенько они благодарны ему и ему приятно он им нужен он с удовольствием идет каждый день на работу он рад с ними общаться потому что ему дома он воет дома от одиночества ему не с кем общаться дома то есть работа для него это все на сегодняшний день и вдруг этот парень говорит приходи я тебе расскажу я тебя научу чтобы всего этого у тебя не было понимаете все парень не попадает в точку и он потерял клиента да поэтому очень важно выявить какой основной побуждающий фактор у данного человека и дальше как же мы с этим работаем для того чтобы дальше работать с этим основным побуждающим фактором для того чтобы мы получили ответ до от своего собеседника которого мы приглашаем в бизнес существует пять золотых вопросов очень простых которые мы по очереди в в процессе беседы задаем своему собеседнику и так первый вопрос что для вас важнее всего в жизни это как раз когда мы предлагаем ему список и он выбирает да мы выявляем основной побуждающий фактор очень просто мы вот предыдущий слайд да мы мы берем его просто распечатываем и показываем выбери пожалуйста допустим из этого списка что для тебя важнее всего в жизни да если он тут не выбирает говорит оя тут нет я бы немножечко по-другому сформулировал пусть он тогда сам сформулирует пусть скажет да все мы выявили первым вопросом мы выявили дальше мы задаем второй вопрос почему вы выбрали именно это давайте приведем пример абсолютные жизненные молодая семья мужчина работает женщина родила двоих маленьких детей они разнополые они живут в квартире давайте в двухкомнатной квартире и мы говорим почему вы выбрали именно это а и он говорит я хочу финансовую независимость потому что у меня есть очень хорошие мечтают мы говорим почему вы выбрали именно это то есть мы выясняем что изменится в его жизни если он достигнет этого и он вам рассказывает ну потому что у меня сейчас двухкомнатная квартира я хочу построить или купить свой дом у меня разнополые дети я хочу чтобы у них у каждого была своя комната я хочу чтобы у нас был большой участок и была большая поляна очень дети мечтают о собаке мы хотим завести большую собаку но здесь вот мы в квартиру не можем себе позволить моя жена сейчас ждет выхода из декрета и ей придется идти работать потому что я один еле справляюсь для того чтобы вот оплатить коммуналку обеспечить своих детей обычная жизненная ситуация человек говорит да я хочу чтобы у меня был дом чтобы у каждого была своя комната чтобы была поляна гараж собака не знаю где можно поставить там теннисный стол какую-то сделать поляну для игры в баскетбол волейбол да для детей чтобы вот дети полноценно развивались и жили на воздухе мы задаем ему 3 вопрос он рисовал свою картинку какая вот ему нравится почему именно это является для вас наиболее важным он говорит то есть мы этим вопросом просим его практически еще раз все проговорить и для себя отметить да действительно для меня это важно вот я это сказал но это для меня действительно важно он начинает говорить то есть мы в подсознание даже закрепляем это вот картинку его достижений да он сам выделяет на его наиболее важные аспекты и он на них были серьезно посмотрит он практически сейчас скажет то же самое да он говорит ну как потому что для меня важно чтобы дети были на воздухе как можно больше для меня важно чтобы может быть они там цветы какие-то будут сажать маме помогать с землей познакомиться с собакой будут у не будет спортом заниматься не будет ну подвижные игры для того чтобы они развивались очень важно дети подрастают мне очень важно чтобы у них у каждого была своя комната потому что они разнополые я не буду работать так долго но и много потому если у меня будет финансовая независимость да то я не буду работать я смогу сам больше внимания детям уделять жене может быть не придется выходить на работу после декрета она будет домохозяйкой обвести домашнее хозяйство точно так же больше детям уделять внимание проводить с ними время куда-то с ними выезжать вот то есть он еще больше все эти аспекты для себя проговорил большую значимость им придает потом следующий вопрос а что произойдет если у вас не будет возможности получить это то есть мы его побуждаем проговорить теперь отрицательную сторону что будет если у тебя не будет этой финансовой независимости фактически мы его подталкиваем ответить обобщенно что я буду продолжать делать то от чего я уже устал и чего я уже больше не хочу делать у меня просто больше нет сил это делать да и он нам говорит но как что произойдет то ничего не произойдет жене придется работать мне придется искать вторую работу дети будут без воздуха дома потому что вот так и будут в одной комнате или нам там перегородку придется делать вот то есть лучшему он понимает что к лучшему ничего не изменится и он начинает немножко даже раздражаться вот это очень нормально это очень правильная реакция человека потому что он только что нарисовал себе красивую картинку он только что себе ее визуализировал как мы говорим когда мы ставим цели нам очень важно визуализировать уже достигнутую цель да он только что оказался в очень хорошем в таком состоянии когда он представил что это уже произошло и мы начинаем у него потихонечку это как бы забирать а если этого не будет да и он показывает что будет так как есть но будет еще хуже потому что дети растут потребности у них увеличиваются значит нужно будет больше работать и меньше с ними общаться это уже для родителей очень тяжелый момент потому что дети старше становятся и с ними хочется все больше и больше общаться видеть взросление детей и пятый вопрос почему это вас так волнует потому что мы понимаем что человек уже разволновался да я говорю что даже абсолютно нормально если он прям раздражаться будет длиться будет вот и почему это вас так полна волной то есть все мы у него отобрали мечту и счет и тут это что-то разошелся то и он говорит как не будет волновать потому что я не хочу больше так жить потому что мне это надоело потому что у меня больше нет сил потому что я не смогу обеспечить свою семью я пообещал им я взял на низ на себя ответственность за них я не оправдаю их надежды может быть даже и жена другого найдет который больше зарабатывать да то есть он сам себе рисует вот эту вот некрасивую картинку то есть не мы ему говорим по сути мы могли бы ему сказать вот ты работаешь вот у тебя зарплата не увеличивается у тебя нет возможности расти по карьере у тебя квартира которую нужно расширять нужны деньги дом ты построить на эту зарплату не можешь значит тебе надо идти работать еще и еще жене нужно работать еще и еще да то есть мы можем самим это сказать но если ты придешь к нам я тебя научу как зарабатывать деньги но кто будет такое слушать он и так знает что у него все плохо он и так знает что он хочет лучшего но пока нет возможности вот поэтому он не захочет с нами разговаривать ему неприятно это слышать но когда он сам это проговаривает это другое дело то есть он сам раскладывает свою жизнь и он сам это как очень к такой своего рода да он сам понимает что ну да надо что-то менять и самое главное что я знаю что я хочу то есть я знаю чего я хочу многие люди говорят надо менять что-то но они не знаю чего они хотят а он говорит да а я даже знаю чего я хочу все вот я только что это все проговорил вот и вот тут как раз когда он уже сказал все вот тут мы можем ему сказать вот я бы именно поэтому с тобой сейчас встретился именно поэтому я хочу тебе рассказать одной возможности а ты сам подумаешь надо тебе или не надо то есть подходит это тебе или не подходит хотя мы понимаем что все те пункты которые перечислены у нас в слайде они все абсолютно все осуществимы с помощью нашего проекта с помощью участия в нашем проекте да поэтому мы говорим просто делаем акцент на тот пункт который человек выбрал ему предлагаем и делаем ему презентацию то есть нужно понимать что люди покупают покупают это так общее слово да обобщенное слово покупают по двум причинам когда им что-то очень очень нужно или когда они чего-то очень-очень хотят то есть как уже было сказано либо их жизнь пинает и заставляет это делать либо это мечта это сумасшедшее желание и я не успокоюсь пока я этого не достигну и вот наша задача как раз выяснить их настоящую потребность и вот мы переходим к третьему ключу то есть второй ключ мы выявили эту потребность да мы выявили этот основной побождающий фактор мы нашли эту горячую точку и вот тут мы нажимаем на эту горячую точку говоря человеку что если ты будешь продолжать делать то что ты делал сейчас тут и останешься на том же практически уровне вот но вот есть проект здесь можно делать это 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 и ты получишь такие 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 блага да вот и мы делаем просто презентацию ему проекта то есть вот мы нажимаем на эту точку для того чтобы он увидел какие есть возможности то есть мы представляем технологию она всегда представляется по такой схеме эта проблема наше решение и возможность участия вот ну естественно лендинги в личном кабинете открываем показываю потому что они электронные как электронная брошюра они классные них можно прям целую презентацию по ним сделать по одному только лендингу да вы знаете что там много разных ссылок мы переходим на разные сайты публикации открываются ролики поэтому это такой маленький но очень большой и как сказать информационной материал вот ну естественно ролики там с официальных каналов до берем всю информацию на официальных каналах рассказываем про инвестиционные возможности то есть мы предлагаем программы финанс финансирование проекта и обязательно приглашаем в бизнес когда мы знакомим с маркетингом и возможностями заработка то есть мы понимаем что есть долгосрочные в долгосрочном периоде заработок есть в краткосрочном периоде вот но для того чтобы подготовиться к беседе я думаю что вы понимаете что нужно обязательно самые свежие самые последние новости о проекте о наших достижениях время от времени советую все-таки открывать книгу в электронном виде тоже есть то вопросов 100 ответов там много интересных технических вещей вот но это книга антуль дардовича вот обязательно какой-то каталог должен быть у нас лучше когда есть какие-то буклеты брошюры которые можно оставить клиентку клиенту также очень важно иметь с собой распечатанный список инвестиционных пакетов и промо акций из нашего кабинета потому что эта информация закрыта на сайте компании этой информации нет если человек не зарегистрирован есть у него нет личного кабинета то у него нету доступа к тем предложениям которые у нас в личном кабинете опубликованы поэтому при первой встрече очень важно чтобы эта бумага была распечатанном виде она очень полезна потому что даже если он нам после нашей презентации после нашей беседы ничего не сказал мне надо подумать но честное слово дай мне переспать с этой информации даме это все проанализировать то вот этот листочек он может как раз его и подтолкнуть принять положительное решение потому что он увидит предложение он сможет спокойненько посидеть и посчитать посмотреть какие выгодные пакеты что из них выгоднее что не очень вот презентации готовы в личном кабинете у нас были и есть сейчас но они сейчас будут все обновляться вы понимаете что у нас много достижений сейчас будет очень много изменений к новому году поэтому будет там информация немножечко изменена ну и естественно хорошо когда у нас есть планшет телефон компьютер вот какая-то антрибутика который я говорила с логотипом хорошо если есть что-то что вы можете подарить оставить на память вот и также очень важно для корпоративного стиля если вы уже на планшете на телефоне делаете презентацию показываете что-то включаете очень важно чтобы у вас не было там треснутого экрана грязного не знаю грязного это вот этого вот боже мой слава потеряла этого гаджета грязного чтобы это все было конечно в приличном виде да потому что есть у меня человек который делал презентацию на телефоне ничего другого не было он делал на телефоне презентацию и при этом у него был полностью раз разбитый экран был прямо в этих в трещинах таких и тот человек который мы делали презентации он очень с таким сарказмом слушал и говорил слушай ты мне сейчас говоришь о больших заработках а сам чего не можешь новый телефон купить или хотя бы стекло поменять да то есть человек вообще не поверил ни во что вообще ни во что не поверил только потому что мы делали презентацию на телефоне с треснутым стеклом вот это очень важно вот хочу сказать для тех кто еще не знает что у нас есть макеты визитки у которой на обратной стороне напечатаны основные побеждающие факторы то есть вы отдавая свою визитку можете тут же на визитке спросить как будто бы в игру поиграли а посмотри а что для тебя важнее всего в жизни да там какая у тебя сейчас цель если что-то вот здесь вот к чему ты сейчас стремишься человек выбирает и у вас уже может завязаться разговор либо вы даете визитка он сам говорит ой а что это такое а что это у тебя такое такую визитку первый раз вижу да и у вас уже вот зацепочка есть для того чтобы поговорить но единственное что сейчас мы сделали заказ будет тоже меняться так как у нас ребрендинг произошел на сейчас будет меняться дизайн поэтому через какое-то время у нас уже будут макеты с новым дизайном вот хочется сказать что не нужно оценивать человека судить вот о человеке по его внешнему виду очень часто бывает что вы видите что человек там слишком просто одеты там каких-то драных джинсах лохмутики то висят у него там внизу на джинсах вот и вы думаете о я даже не буду с ним связываться даже не буду ему делать никакую презентацию потому что ну что из него возьму на самом деле это это не так мы не можем судить по одежке ну или наоборот там вот человек прямо такой весь с иголочки но он одеты вообще прям с последних денег а нам кажется что ну вот он богатый у него есть деньги надо его пригласить пусть инвестирует или или наоборот у и богатый ему и так ничего не надо да вот этот бедный надо его сюда вот привести наверняка наверняка что-то ему тут понадобится то есть не нужно делать своих выводов не нужно судить по потому по внешнему виду о человеке да если уже так получилось свела вас судьба с этим человеком если он интересуется то работаем добросовестно делаем ему полную презентацию отвечаем на все вопросы в на особенность чем заинтересованы вот потому что поверьте я уже в данном проекте уже пошел наверное восьмой год пятнадцатый семь лет да вот семь лет я в данном проекте и очень часто бывали такие ситуации когда человек это нет у меня денег у меня даже а мы говорим ну ты понимаешь что ты можешь начать состав евро то есть 100 евро инвестиции там тогда еще 50 до было мы говорим вот 50 евро инвестиции даже если вот тебе не ну не очень верится ты можешь начать сейчас 50 а дальше ты посмотришь ты будешь наблюдать за проектом будешь а наш за нашими достижениями ты будешь видеть как мы развиваемся ты сам будешь решать вообще дальше инвестировать или не инвестировать вот как как дальше быть у меня даже этих 50 евро нету вообще нету все этом но когда мы правильно потом с этим человеком может быть в этот раз может быть в другой раз не встречаемся и у нас опять возникает разговор и нам удается его заинтересовать он заинтересовывается до него доходит вся информация он понимает какие здесь большие плюсы что он может иметь в дальнейшем то есть все человек в них сначала он закрывался и он нам говорил что у него даже 50 евро нету да он закрывался это были вот эти вот возражения которые первое возражение когда человек просто пытается поставить барьер чтобы даже нас не слушать потому что он понимает что если у нас начнет слушать и мы ему скажем какие-то весомые аргументы он включится и он начнет думать и возможно он просто этого не хочет делать он пытается от нас закрыться так вот так бывало что тот человек который говорит у меня нет 50 евро сделать одноразовый допустим платеж впоследствии берет какой-то пакет на выплату на тысячу евро да ну в кредит или еще что-то поэтому как говорится мы не можем оценить книгу по ее обложке точно так же мы не можем оценить клиентов по их одежде вот если с нами уже человек начал говорить мы не смотрим как он выглядит делаем ему добросовестную скажем так презентацию так что у нас дальше дальше мы переходим к четвертому ключу что такое четвертый ключ это нам необходимо получить обязательства что значит получить обязательства это заключить с человеком сделку довести человека до сделки то есть дать ему всю информацию которой не хватило выяснить что ему но какой информации не хватает рассказать о маркетинг плане то есть открываем кабинет рассказываем каким образом можно зарабатывать рассказываем о промо акциях какие у нас на сегодняшний день есть промо акции вот сегодня у нас есть еще вот 27 дней осталось до завершения такого конкурса как челлендж для чемпионов да и розыгрышем будет там розыгрыш будет 1 миллион долей среди победителей и победители смогут поехать на экофест в начале года в арабские эмираты да у нас в арабских эмиратах будет экофест вот что еще хотела вам сказать я посмотрю что у нас делается здесь если если мы перед но если мы понимаем что перед нами уже сидит ну вот кто уже умеет определить психотип людей да вот тут тоже хочу сказать там если это какая-то звезда перед нами сидит то для нее очень важно сделать акценты на различные конкурсы на промо акции на призы на поездки потому что для звезды очень важно атрибуты успеха да чтобы он фотографировался ездил какие-то эмоции получал то есть здесь обязательно нужно говорить про промо акции про возможности рассказать что у нас уже было что нас ожидает вот если это сидит перед нами дипломат ему нужно все 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 по цифркам рассказать тогда вот в обязательном порядке весь маркетинг план в подробностях если перед нами командир человек который такой целенаправленный он значит чего он хочет он знает как этому нужно идти вот то тогда конечно ему хорошо рассказать о 15 этапах о том что мы сейчас на 14 этапе о том что у нас 15 этап будет предполагается очень коротким вот поэтому если мы понимаем что у нас есть какие-то командиры еще которые не пришли в нашу команду можно и нужно обязательно с ними на эту тему переговорить мы ждем сейчас очень хорошие новости от анатолия дуартовича как обычно он делает интервью в конце года вот новости будут очень хорошие потому что мы знаем что очень хорошо продвинулись подписаны контракты я думаю что анатолий дуартович уже сможет озвучить все то что он не мог озвучить в прошлом году потому что это все было в перспективе это было в планах это было на каких-то начальных этапах вот поэтому ждем анатолия дуартовича с его новостями кто еще по прибалтике пожалуйста послезавтра приглашаем вас на встречу балтийских лидеров лидеров балтийских стран там тоже будут хорошие новости вот и еще также очень очень приглашаем вас на летом в июне на иссыкуль в кыргызстан там тоже будет большое мероприятие на русском языке поэтому следите за новостями смотрите и приглашайте своих новых людей вот с которыми вы будете общаться рассказывайте куда можно пригласить рассказывайте что можно посетить о том какие там можно получить эмоции но самое важное самое важное все-таки это общение поэтому разговаривайте общайтесь живое общение это самое важное что нас приводит к успеху и у алана пиза есть книга которая книга в книге есть вот такое вот высказывание золотые правила для достижения успеха этих правил всего три и они очень простые первое правило больше общайтесь с людьми Второе правило – больше общайтесь с людьми. И третье правило – еще больше общайтесь с людьми. Мы понимаем, что наш бизнес, тот бизнес, в который мы приглашаем людей, он как раз основан на общении. Это рекомендательный бизнес. Мы приглашаем, мы рассказываем, мы презентуем. Поэтому чем больше у нас будет людей в нашем окружении, тем больше будет вероятность нашего успеха и большая вероятность того, что у нас будет большая команда. По статистике мы знаем, что от 20 до 30% людей скажут нам нет. То есть они не пойдут к нам в команду, они не будут заниматься тем, чем занимаемся мы, они не будут поддерживать проект, и они имеют на это полное право. Потому что у них есть своя жизнь, у них есть свои цели, у них есть свои какие-то стремления. И то, что приглашаем их мы, ну, это не входит в их планы. И это нормально. Поэтому чем больше мы будем с ними общаться, с людьми, с разными, чем больше мы будем знакомиться с людьми, тем больше команду мы сможем собрать. Как мы говорим обычно, что нам любые проблемы нипочем, потому что вместе мы – сила. Большая сила, крепкая сила. Я на этом с вами прощаюсь. Я благодарю вас за внимание. И встретимся с вами в следующий четверг. Мы поговорим как раз о психотипах и о том, как проводить презентацию каждому из них. Как, на что делать акценты в презентации, когда мы понимаем, кто перед нами. То есть сегодня мы понимаем, как выявить основной побуждающий фактор, чтобы в презентации сделать на это акцент. А в следующий четверг мы поговорим о психотипах, что в общем интересует эти группы людей и какую информацию им необходимо дать, чтобы они поняли, вот, это мой проект. Да, я могу сюда прийти, я могу себя здесь реализовать, потому что то, что для меня важно, то, что для меня ценно, я могу здесь все осуществить. Поэтому прощаюсь с вами. До встречи в следующий четверг. Все. Пока. Всего доброго. Продолжение следует...